Прямо сейчас мы отправляемся в Республику Котов, где сегодня как раз-таки открывается выставка, фотопроект «Бездомные» с его автором, сибирским фотографом, членом Союза Фотохудожников России. Встречается наш коллега Анна Смирнова. Аня, тебе слово. Доброе утро, Ань. Доброе утро, коллеги. Я приветствую и наших телезрителей. Мы уже в Республике Котов, и тут, как всегда, много котов. Они очень красивые, ухоженные, но при этом они все равно остаются бездомными. А по данным исследований прошлого года, всего в России свыше 4 миллионов бездомных котов и кошек. Мы сейчас поговорим с вами с автором фотопроекта «Бездомные» Александр Ифомич. Александра, доброе утро. Здравствуйте. Прежде всего, расскажите, на кого направлен этот проект и в чем его идея? Проект направлен на бездомных кошечек, собачек и вообще, в принципе, всех животных, у которых нет дома. Цель проекта – популяризировать именно эту тему, чтобы как можно больше котиков и собачек и животных обрели дом своего человека. Вы фотографируете тех животных, которые нашли свою семью. Да, я решила этот проект начать с того, чтобы не как мы привыкли видеть бездомных животных в приютах, да, где они обделенные, такие вот бедненькие, а именно с позитивной историей о том, что и хороший пример бывает заразителен. И бездомное животное, оно достаточно благодарное, его также можно социализировать и, например, героям показать. И была ли какая-то история, которая вас вдохновила, потому что вы знакомились с разными семьями, которые взяли животное к себе? Все началось со своей личной истории, потому что у меня достаточно проблемные животные, это мой песик, и, соответственно, с него все и началось. Историй очень много в проекте интересных, и одну из них могу, например, рассказать. Это история Полины и Майя. Это вот эта фотография. Полина ходит в музыкальную школу, и один из дней, да, проходя, идя, наверное, в школу музыкальную, они увидели котика. Это Фрю. Майя, конечно, не хотела брать, потому что у них уже два котика было. Но Полина выдала замечательную фразу, что все мы, взрослые, гораздо поучать, какие-то истории рассказывать поучительные, а когда до дела доходят, мы в кусты. Соответственно, Майя сказала, пришлось оправдывать положительный образ взрослого человека сознательного, и они приютили. Ага, смотрите, выставка открывается сегодня в Республике Кошек. Как вы нашли эту площадку и как с ней познакомились? Как и любой автор, да, после завершения проекта встал вопрос, где выставлять фотографии, да, и я не рассматривала площадки художественные, площадки в классическом, да, ее понимании. Я была нацелена на кота-кафе и песок-кафе, именно популяризировать этот формат, и начала искать по социальным сетям ВКонтакте, Дубльгиз, и там, соответственно, нашла Республику Кошек и Ольгу. Вот как раз с Ольгой мы сейчас и пообщаемся. Ольга Титович с нами, арт-директор Республики Котов и Кошек, как всегда в окружении пушистых, прекрасных животных. Ольга, сколько примерно в год вы пристраиваете бездомных животных? Несколько сотен. У нас очень большой коллектив кошачий, несколько площадок. Кошки находятся на кураторстве и в кота-кафе, и в музее кошки, в ветеринарных клиниках. За всеми мы следим, ищем новых хозяев. На самом деле неудивительно, что эта выставка открылась именно здесь, но давайте напомним нашим телезрителям, как все-таки действовать, если ты понял, что хочешь сделать мир лучше и взять еще одного пушистого в семью. Конечно, нужно прийти познакомиться. Главное правило – нужно влюбиться. Приходите к нам, посидеть, спокойно отдохнуть, и наверняка, может быть, вы выберете кошку, а может быть, кошка выберет вас. А в общем, так и бывает. Коты приходят, присматриваются, смотрят на своих людей и находят того, кто им нужен. А если кошка положила на вас лапу, то уже ничего не поделаешь. Придется приглашать домой. Ольга, спасибо вам огромное. Ну, вот здесь много пушистых. Я очень надеюсь, что мой кот сейчас не смотрит телевизор, и все, что было в кота-кафе, я вот подлазила чужого кота, останется здесь, в Республике Котов и Кошек. Друзья, если вы хотите сделать мир лучше, можно начать действительно с всего одного хорошего дела и подарить какому-то животному дом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!